Приветствую вас, Денис, давайте разберем ваш вопрос, я его по ряду причин не буду перечитывать, вот в принципе и в силу тематики, и в силу того, что ваш вопрос достаточно объемен, и в силу того, что в нем содержится достаточно много пересказываний, диалогов, которые я не считаю для себя возможным считать, потому что здесь замечены третьи лица, соответственно третьи лица неизвестно как относятся к тому, что вы по факту публикуете их сообщения, которые были написаны лично для вас, вот, вы публикуете эти сообщения соответственно третьим лицом, поэтому я не буду перечитывать ваши вопросы еще раз, вот, скажу только, что Дениса бросил папа, вот, бросил папа, после чего отец, Дениса попал в секту, вот, и, соответственно, начался конфликт между ним и матерью Дениса, вот, со стороны отца были попытки как отсудить маленького тогда еще Дениса, попытки неудачные, так вот и установить с ним контакт, вот, но, в общем-то, мама Дениса и ее мужчина новый, вот, настоящий отец, ну, в смысле настоящий, имеется в виду тот, который на данный момент, как бы, существует, у Дениса, а отец, то есть отец и мама, в общем-то, смогли, получается, эти попытки пресечь, вот, смогли, как кажется им, и как кажется Денису, защитить его от отца, вот, вот, влияние, там, допустим, ну, влияние секты, например, да, в которой, в которой состоял и, как бы, я так понимаю, и состоит до сих пор, отец Дениса, вот, и, соответственно, ключевая проблема у Дениса, следующее, по его словам, во-первых, он стыдится своей фамилии, следит своего отца, с другой стороны, хочет быть музыкантом, ну, как бы, считая, да, что, например, ну, это досталось ему в наследство от отца, и, соответственно, испытывая внутренний конфликт, то есть, желая стать музыкантом, а, Денис стыдится этого, потому что стыдится, в общем и целом, своего папы. То есть, проблематика здесь такая. Кроме того, Денис, общается с двоюродным братом, который также является сексантом, вот, и который также является еще и музыкантом. А Денис хочет наладить отношения с братом, но боится, что его, как он говорит, стянуть в секту. Вот. И, соответственно, этот страх мешает Денису, во-первых, заниматься тем, что ему нравится, а сейчас Денис бухгалтер, вот, ему, как бы, не нравится быть бухгалтером. Вот. И в то же время хочется еще к тому же Денису наладить отношения со своим братом. Денис бухгалтером, но боится, что его втянут в сект. Ну, это его, как, ну, как мы понимаем, это его пугает. Вот. В общем-то, страх, страх достаточно здесь понятен, я бы сказал. Страх понятен и естественен, вот. С чем здесь, на мой взгляд, нужно работать с вами? Ну, в первую очередь, конечно, с взаимоотношением с отцом, да, то есть как-то вот, совершенно очевидно, что много у вас обид на папу, много у вас какого-то достаточно такого серьезного, получается, негатива, вот. И весь этот негатив является вашим, вот. То есть здесь нужно работать вот именно с этими аспектами, как мне кажется, в первую очередь, да, то есть как-то вот вам, наверное, имело бы смысл, да, немножко, вот, переключиться с вашего отца, да, на себя. То есть больше как-то думать о себе, больше как-то думать о своих желаниях, вот, поработать со студентом и так далее. Это первое. Второе, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это, пожалуй, тот момент, тот аспект, что вы производите впечатление достаточно неуверенного в себе человека, тревожного в себе человека, к сожалению, да. Почему вы, почему вы, почему вы, собственно, боитесь-то того, что он вас, вот, ну, переманит куда-то? Потому что вы неуверенность в себе. И, на мой взгляд, как мне кажется, вот, на данный момент ваша неуверенность в себе больше, как бы, ну, больше реалистична, нежели чем не реалистична, то есть вы действительно как-то вот имеете какие-то основания для того, чтобы, ну, переживать по поводу того, что куда-то вас могут вытащить, затянуть, затянуть и так далее. То есть это, мне кажется, вот, ну, как бы, да, вот, более реально для вас сейчас. Вот. То есть это выглядит, выглядит это реалистично, выглядит это реалистично именно, именно, вот, в силу, ну, в силу, в силу, как бы, вот, в силу того, что вы в себе, вот, неуверенность, да, получается. И работа здесь с вами, как мне кажется, может проводиться и должна проводиться в контексте личных границ, то есть то, что вы стыдитесь, стыдитесь, своего папу, своей фамилии, на мой взгляд, вот, связано как-то с тем, что вы себя, вы себя с этим ассоциируете. Вот. Но вы, это не ваш отец, вы, это не ваша мать, и вы даже не... Ваше отец, как бы, вот, ну, быть может, да, ну, парадоксально это для вас, например, не звучало бы. Как бы, как бы парадоксально для вас это не звучало. Вот. Вы не они, никто из этих людей. Но вы себя не, вы себя не отделяете от них сейчас, к сожалению, к большому, к большому моему сожалению. И, соответственно, на мой взгляд, ваша задача заключается именно в том, чтобы начать отделяться. Для этого необходимо работать с личными, с личными границами как раз вашими. Вот. Что такое личные границы, то, где я, где, ну, где моя позиция, да, где, как бы, позиция другого человека. То есть, вот это всё, как бы, нужно проработать, так сказать. Вот. Легко ли это? Ну, наверное, нет. Если вы, вот, ну, если вы действительно, вот, не уверены, ну, если вы действительно, вот, в себе не уверены, то это, это нелегко для вас возможно будет. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, это необходимо, потому что иначе, вот, в противном случае вы будете всегда находиться, вот, в таком, каком-то, вот, ну, напряжении, да, вы будете всегда находиться в каком-то, вот, в таком негативном достаточно, скажем так, состоянии. Вот. Вот. Вам будет, вам будет тяжело, тяжело вам будет, вот, и будут, как, ну, будет, как бы, нарастать вот эта вот самая, собственно, обида, да, обида на, как бы, вашего папу и так далее, да, вот. И с точки зрения, вот, психологии, именно с точки зрения психологии, если мы говорим, то я бы, наверное, сказал о том, что, ну, вот, именно вот с точки зрения психологии, да, да, я бы сказал, что вы перекладываете ответственность с себя, вот, потому что вы сейчас уже, ну, вы сейчас уже взрослый, вот. И, ну, правда в том же, что ничего хорошего из такой позиции, из такой, из такого подхода, для вас не будет ничего хорошего, вот. Правда в том, что вы чувствуете себя, как мне кажется, как мне кажется, вы чувствуете себя, себя, беспомощным в текущей ситуации, вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, на данный момент вряд ли вы можете чувствовать себя, по-другому как-то, потому что, ну, вот, вам, как-то действительно тяжело и действительно, вот, как-то кажется, что, вот, ну, что ваш отец, там, грубо говоря, ну, кто вот свой спорт, ну, свой спорт, да, там, например, и так далее, вот. То есть, как бы это не изменится, то есть вы не измените отца и ваша энергия, она уходит никуда, вот. Насколько правы ваши родители, скажем так, да, то есть ваша мама и ваш отец, тоже вопрос, потому что, ну, правых и виноватых в этой истории, и в подобных историях не бывает, не бывает такого, что, что, вот, кто-то, там, сто процентов виноват, да, кто-то, кто-то нет. Вот, поэтому, к сожалению, любая попытка категорически кого-то очернить или категорически кого-то обелить, ну, ведёт, вот, так, так скажем, к некоторым, ну, к некоторым, к некоторым, я бы сказал, перекосам, вот, ну, к сожалению, вот, поэтому, вы можете, вы можете, если хотите, можете, конечно же, выстраивать отношения, там, и с своим братом, и даже с отцом, вот, вот, ну, вам для этого необходимо лучше себя чувствовать, то есть чувствовать, добираться бы. Вот. Сейчас вы себе, ну, вот, не доверяете, на мою филату, от слова совсем, от слова вообще. Вот. Вот. И это может быть куда более такой серьезной проблемой, вот, если вы себе, если вы, вот, себе не доверяете. Вот. Вот. То есть, по сути, любая угроза вам, вот, любая, абсолютно любая угроза вам, может уже представляться как, ну, представляться достаточно серьезной. Вот. Вот. При том, как бы, что, ну, от угроз избавиться, от угроз избавиться, мягко говоря, невозможно. Вот. Вот. Ну, потому что, как бы, они, в смысле, угрозы, ну, всегда с нами будут, они, они, как бы, вот, угрозы всегда будут, как бы, вот. Как-то, вот, в нашей жизни, вот, и никуда от этого, ну, не деться, вот. Полностью себя, как бы, защитить, да, да, вы сможете, ну, вы не сможете полностью себя защитить. Вот. Вот. Поэтому, поэтому, такая история здесь, неприятная история, безусловно, тяжелая история, безусловно. К вам много сочувствия, вот, но в то же время и хочется, вот, как-то вам высказать опасения, что, вот, вот, ну, как-то вот вы сильно достаточно, подвержены влиянию стороной других людей, да, и, вот, самостоятельно вы, получается, не рассуждаете, самостоятельно вы, получается, не управляете, как бы, вот, своей жизнью. А, вот, к сожалению, а это то, что необходимо, вот. То есть, вы страдаете, как мне кажется, в большей степени не из-за того, что, вот, ваш отец, там, как-то, вот, поступал, да, и так далее. Я ни в коем случае не оправдываю, вот, я просто, как бы, хочу, ну, раскрыть все возможные варианты в данном случае. А вы переживаете из-за, то есть, из-за того, что не контролируете ваше жизнь, вот, что вы, вроде как, хотите быть музыкантом, да, не важно сейчас, почему вы хотите, как вы, ну, как вы, грубо говоря, к этому пришли, это не так важно. Вот, вы хотите быть музыкантом, но, вот, как бы, невидимая, невидимая в данном случае, получается, тень, тень вашего папы, да, она, вот, там, по большому счету, он, вот, не дает вам этой возможности, вот, и, нет всякого сомнения от этого, от этого, очень, очень и очень больно, вот. Вот, и надо сказать, что любому человеку было бы больно, любой человек чувствовал бы себя на вашем месте, вот, если так вот, как вы, то есть, немного, ну, немного потеряно, да, немного, вот, так вот, дезориентированно и так далее, то есть, это нормально. Вот, но вы, как мне кажется, вы, именно что, застреваете в данной позиции, вы, как бы, не выходите из нее, вот, и продолжаете, судя по всему, вот эту вот, ну, войну, как сказал мой коллега, да, я... В некоторых аспектах не могу, как бы, наверное, согласиться с ним, вот, но вы продолжаете войну, вот, ваших, вот, родителей, вот, и... Вы, конечно, можете, ну, продолжать это делать, но только вот вопрос завис в том, да, сколько, сколько времени вы будете это делать, то есть, как бы... В значить уже вы, примерно, примерно, сколько... Intoажа tableizk В человечество заходит ...в十二 couple coins, и не надо... Это, это... Правда мы с... Ну, может... Ну, длиться... ...в sayling. Вот, на самом-то деле, все, вот, на самом-то деле... И, вот, вам, надо бы, ну, на мой большой взгляд, как-то вот, 1943 aquí... себя, хотите ли вы, чтобы вот это, как бы, ну, было с вами всю жизнь, мы можем помочь вам из этого выйти, мы можем помочь вам стать, ну, более свободным, в этом смысле, это возможно, если вы хотите, то не так, чтобы и сложно особо, но вам, как бы, желательно захотеть этого, то есть, или, по крайней мере, для себя решить, что, ну, что я этого хочу, решить для себя, что, как бы, ну, что мне это нужно, например, вот, и мы вам сможем помочь в таком случае тогда, а пока что вы, вот, как-то, спрашиваете только про определенную героя, да, вот, дальше, может, вот вы спрашиваете, может быть, четко обозначить границы общения, возможно ли вытащить брата, пишите вы, ну, вот, вытаскивать кого-то откуда-то, да, идея не самая лучшая, потому что вы занимаетесь тут уже в определенной степени спасительством, то есть, тут я рекомендовал бы вам изучить в интернете треугольный Карпмана, вот, и, соответственно, нужно, ну, почитать про него и, вот, как-то вот, ну, более, более подробно, потому что попасть в этот треугольник Карпмана, в принципе, не сказать, что бы особо тяжело, вот, то есть, вы можете в него попасть и можете попасть в него, ну, достаточно быстро, вот, поэтому вам я бы, вот, все-таки, как-то, вот, рекомендовал бы, ну, немножечко, вот, по, по другим моментам пройтись, по другим аспектам пройтись, вот, ну, как-то, вот, в своей жизни, ну, больше, вот, обращать внимание на, ну, на другие моменты больше, вот, не на аспекты того, чтобы кого-то спасать, вот, а на аспекты именно того, чтобы больше как-то, вот, быть, ну, быть собой, вот, я бы так, наверное, сказал, вот, ну, в данном ключе я бы, так, наверное, вам хотелось ответить, вот. Вот, надеюсь, что, э, пищу для размышления у меня вам дать получилось, надеюсь, что, э, вы, э, как-то, вот, подумайте и, э, э, ну, примите, то решение, которое вам покажется приятным, вот, ну, совершенно очевидно, что вам необходима психотерапия, вот, поэтому, э, как бы, лучшим, самым лучшим, э, способом, э, для вас, э, получить ответы на волнующий ваш вопрос, это, именно, что, вот, пойти на психотерапию, да, то есть выбрать психолога и начать, как бы, работать с ним, с психологом, я имею ввиду. Вот, потому что, ну, это будет, э, такой, э, самый эффективный способ вам помочь, э, ну, как мне, как, как мне кажется, конечно же, потому что, несмотря, э, несмотря, например, на то, что вы довольно много написали, да, несмотря на то, что, вот, ну, довольно много, вроде бы, вы дали информации, вот, всё равно, как бы, осталось больше вопросов, чем ответов, вот, и все эти вещи можно проанализировать, только если, вот, с вами, э, будет какое-то общение, общение. Какая-то, такая история, я надеюсь, что это было полезно вам, э, интересно, э, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!